Для нашей будущей дискуссии, которая будет проходить при следующих заседаниях рабочей группы, мне бы хотелось представить клинические случаи при достаточно очень маленьких, прям вот, так сказать, миллиметровых образованиях, эпителиальных, желудках. Значит, ну вот сразу перейду к демонстрации. Вот два одинаковые по размеру, очень похожие друг на друга эпителиальные образования тел желудка. На первый взгляд здесь можно было думать и о гиперпластическом полипе, вот особенно, который перемен на правом слайде, и можно было думать про очаговую гиперплазию с листой оболочки, и можно было думать про полип фундальных желез. То есть несколько вариантов для деференциальной диагностики. Ну вот то, что касается вот этого вот клинического случая, то есть там я вот уже написала, какая была гистологическая картина, а вот было интересно, что вот, скажем так, у нас происходило дальше вот с этим вот найденным небольшим образованием. Ну при первой гастроскопии мы взяли биопсию, то есть я уже сказала те варианты, о которых мы подумали при первичном осмотре. Деморгационный, у меня вот нет в режиме НВА, к сожалению, слайд, но деморгационной линии не было, погружающаяся листая оболочка так сильно не отличалась, то есть было вот такое вот небольшое поднятое образование в средней трети тела желудка. Значит, и вот при первой гистологии, которую мы получили, значит, нам дали участок дисплазии высокой степени подозрения на ранний рак. Честно сказать, в общем-то, у нас были мысли, что, возможно, это все образование ушло во время первичной биопсии. Но, тем не менее, при таком гистологической картине данную пациентку нельзя было оставлять без дальнейшего контроля и без дальнейшего определения тактики. Мы ее смотрим, приглашаем на контроль буквально через месяц и получаем уже, да, при визуальной картине остается вот такое вот плотное гиперемированное пятно, то есть высвышающегося компонента нет. Мы поняли, что это не гиперпластический полит, не полит фундальных желез, то есть это какие-то диспластические изменения, с которыми нужно дальше, скажем так, грамотно разбираться. Ну вот вы видите опять, что нам пришло вот такое гистологическое заключение, то есть дичеренциальная диагностика между ранним раком и нейроэндокринные образования. И что, скажем так, было самое удивительное, при иммуно-гистемической картине нам, в общем-то, не дают опять никакой более точной информации, в том числе и для определения таксов и лечения. В связи с чем, значит, мы еще раз через несколько недель берем биопсию, потому что вы видите, что после вот того красного пна, которого плоского, да, у нас был на слизистоположен, опять появился такой вот приподнятый, возвышающийся участок, то есть мы берем биопсию и нам уже дают дисплазию высокой степени и подозрение на аденокарциному. Вот, после этого мы уже, скажем так, с полным пониманием, что дальше делать и точным диагнозом, выполняем пациентке дископическую резепцию слизистой оболочки, там она, в общем-то, такая была без особенностей, единым блоком. И вот что мы получили, значит, в удаленном препарате, то есть был фрагмент слизистой оболочки желудка с подслизистым слоем, толщиной 2 мм в глубину, удаленный препарат диаметром где-то чуть более 1 см, и вот на участке около 3 мм были, значит, проявления дисплазии тяжелой степени и 2 мм очаг раннего рака. Ну, вот, скажем так, в связи с чем этот клинический случай, что, скажем так, когда мы будем рассматривать и работать над клиническими рекомендациями вот по поводу именно добротачных образований, то есть, на мой взгляд, там нужно как-то, ну, отдельно будет уделять внимание вот таким вот мелким образованиям, которые мы в большей степени зачастую с большей вероятностью сразу, конечно, больше относим вот либо к полипам флудальных желез, либо к гиперпластическим полипам, либо просто к чеховой дисплазии, но иногда, конечно, в небольшом проценте, но тем не менее там могут встречаться вот такие вот случаи, ну, и, скажем так, чтобы в наших рекомендациях всевозможные варианты, как бы были предусмотрены и тактика лечения. У меня всегда ретроспективно был вот с этим случаем вопрос, не надо ли ее было вот после первой биопсии сразу взять на более такую обширную резепцию слизистой оболочки после вот первого анализа. То есть надо ли было вот еще вот эти дополнительные пути делать вот, ну, для дискуссии. Спасибо за внимание.